Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры, заведующий отделом Чувашской Республиканской Детско-Юношеской Библиотеки Галина Кузьмина. Здравствуйте, Галина Александровна! Здравствуйте! По сравнению с 2013 годом снизилось или увеличилось количество детей, посещающих библиотеки? Ну, сначала я скажу о том, что наша библиотека, Чувашская Республиканская Детско-Юношеская Библиотека, является главной библиотекой для детей и подростков. Действительно, в библиотеке созданы все условия и для активного интеллектуального досуга детей, подростков, молодежи. Далее, наша библиотека является также научно-методическим центром для библиотек Республики по вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей и юношества. Если взять вот такую цифру, 2013 и 2014 год, которые, к сожалению, уже подходят к концу, я бы не говорила об этом. Наоборот, есть процент увеличения количества и читателей, и количества посещений, и вот есть такой термин еще – количество книговыдачи. То есть это очень радует нас, как библиотекаря, и меня, как библиотекаря, уже таким с большим стажем. И я думаю, что еще до конца года у нас будет очень хороший прирост по количеству именно новых читателей. А какой литературой интересуется новое поколение? Правда ли, что фантастика сегодня более популярна, чем классика? Вы знаете, для того, чтобы определить, что же читают подростки, дети и молодежь, в библиотеке очень часто проводятся циологические исследования. И вот как ни странно, первый вопрос – чем же занимаются наши дети и подростки? Игры в компьютеры, увлечение компьютером, чтение книг, свободный досуг, кино, театр. Ну, к нашей радости, именно чтение книг занимает первое лидирующее место. И только четвертое место занимает игра, и компьютерные игры, и вообще компьютер. Нет, дети читают разную литературу, и фантастика занимает где-то третье или только четвертое место. Все-таки в основном это литература по программам, да, то есть программное такое чтение. Ну, нас это немножечко тоже настораживает. Потом это свободное чтение, то есть дети читают книги по запросам. Девочки читают о взаимоотношениях, то есть это тоже радует. И фантастика, ну, такая фантастика классическая, да, это вот и Ник Перумов, это и Головачев, это и Лукьяненко. То есть, ну, читают, читают фантастику, но не будем говорить, что нет, не читают, читают фантастику. Какие мероприятия, посвященные Году культуры, проводятся сегодня в библиотеках республики? Да, действительно, в библиотеках республики проведено свыше 200 мероприятий, посвященных именно Году культуры. Начался 2014 год рождественскими чтениями, где во всех библиотеках республики мы очень красочно, очень театрализованно отметили вот такой красивый праздник, как Рождество и Святки. Это и чтение стихов, и встречи со священнослужителями. В марте во всех библиотеках проходит неделя детской и юношеской книги, уже ставшей такой традиционной, да, она уже перешагнула 70-й рубеж, то есть вот 2014 год, это уже 71-й раз проводится вот такая неделя, где дети встречаются с писателями, с живыми писателями. У них есть такая возможность, то есть наша библиотека является инициатором проведения вот таких встреч с писателями. Мы вывозим в районы города нашей республики известных чувашских писателей. Конечно же, и в Году культуры была посвящена и также традиционная неделя свеча памяти, которая проводится у нас ко дню 9 мая. В сентябре мы немножечко изменили формат, мы каждой осенью проводим фестиваль чтения, и здесь вот как раз вы затруднули тему фантастики, и мы как бы наоборот хотели поднять вот этот пласт, тему фантастики, и решили провести молодежный книжный фестиваль «Наука и фантастика», где, значит, мы познакомили детей с писателями. К сожалению, у нас в республике только один писатель Дмитрий Суслин, который пишет в стиле фэнтези, ну и немножечко фантастика. Но мы сами делали большой упор на продвижение научно-популярной литературы. То есть вот в нашем фестивале принимали участие и молодые ученые нашей республики. Мы сегодня очень работаем в тесном таком контакте с техническими кружками, центрами творчества. Вот совсем недавно в республике прошли лермонтовские поэтические чтения «Люблю отчизну я», посвященную 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Проводятся яковлевские чтения, недели чувашского языка и культуры. Впереди нас ждут не менее интересные встречи с писателями. Это и неделя патриотической книги, посвященная Дню народного единства. Это и День героев России. Мероприятия невозможно перечислить. Они все проходят на таком высочайшем уровне, профессиональном, я хочу сказать. Задействованы все структуры, то есть это и образование, и культура. И это нас очень радует. Я знаю, что у вас есть одно очень интересное хобби. Расскажите о нем, пожалуйста. Да, действительно, очень много лет. Я занимаюсь тремя видами коллекционирования. Это фарфор. Значит, животные и люди. Ну, почему-то животных у меня больше. Это где-то около 500 статуэток. Ну, вот с людьми, с детьми. Вот такая, да, вот есть тематика. Дети, люди, сказочные герои. Ну, немножечко как-то проблематично. То есть, ну, есть очень уникальные статуэтки, которые занесены в каталог. Ну, уже считаются антикварным. Да, с шедевром таким. Вот. Ну, очень радует меня это увлечение. Ну, скажу, что недорогое удовольствие. Но, тем не менее, как-то вот приносит, вы знаете, вот такую радость. Вы бы видели меня, когда я приобретаю какую-то статуэтку. С какой радостью, с каким-то волнением я ее несу домой. Да, если я ее где-то купила или в магазине. Там лавки старины. Да, если это антикварная. Как я ее мою. Как я ее там с пылинки сдуваю. Все поставила на специальный стеллаж. И все, я успокоилась. И, ну, самое первое мое увлечение – это корова. Вот. Где-то на картинке я увидела набор посуды. Кувшин, масленка, кружка коровы. Вы знаете, вот, ну, глаз не оторвать. И так получилось, что я говорю, как я хочу вот такую посуду. И знакомая мне сказала, «Ты знаешь, у меня есть очень красивый молочник в виде коровы. Да, я тебе его подарю». И вот именно вот с этого молочника, коровы, у меня началось вот такое увлечение. Сначала у меня было 33 коровы и стакан парного молока. Я устраивала выставки в библиотеке. Ну, сегодня уже 33 можно умножать еще на 3 и, наверное, на 4. Но я досчитала где-то до 300, и больше я не считаю. То есть, ну, ну, не считаю. Вот сколько есть, только и есть. Есть всевозможные радостные. И вот такое было, два года назад был год быка. Он закончился благополучно. Мой сын заходит в цветочный магазин и видит вот эти вот коллекции, да. Ну, игрушки остались уже два года. И они по такой копеечной цене. Ну, наверное, как обрадовалась продавщица, когда мой сын скупил все, все эти статуэтки бычков, коров, вот, и огромный пакет он мне подарил. Ну, вот, наверное, увеличилось стадо моих коров за счет вот этого приобретения. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» была заслуженная работник культуры Галина Кузьмина. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова